чего я хотел сегодня обсудить мы обсудили несколько таких базовых способов веб скрепинга но они работают не всегда дело в том что современный веб эта штука которая устроена довольно сложно собственно говоря ну веб как как он был устроен лет 20 назад он был устроен очень просто это был набор html страничек которые находятся на разных сайтах и вы могли как бы главная интерактивность которая у вас была это фактически вот кликание по ссылкам могли перейти по ссылке получить новую страницу но современный веб устроен гораздо сложнее у вас фактически каждая худо-бедно сложная страничка на самом деле представляет собой не просто html файл а целое отдельное приложение ну собственно говоря мы уже это видели вот пример просто на сайте вышки который мы уже разбирали что тот момент когда я вот здесь вот переключаю себе недели для того чтобы посмотреть расписание за разные недели видно что страница при этом не перезагружается то есть вот адрес остается прежним каким был и не происходит вот при клике не происходит перезагрузка всей страницы это сравнительно недавняя технология ну как недавняя так по по меркам вселенной недавняя по меркам технологии довольно довольно древняя она появилась где-то лет 15 наверное назад и это штука которая позволяет с помощью некоторых скриптов некоторых программ которые выполняются прямо внутри браузера получать дополнительную информацию от сервера то есть делать какие-то новые запросы получать дополнительную информацию и на лету перестраивать содержимое странице поэтому то что вы видите на экране то что вы видите внутри браузера это далеко не всегда это то что вы видите в исходном коде страниц если вы ее просто запросите средствами средствами питона например ну что браузер выполняет этот джаваскрипт код джаваскрипт код как бы на лету меняет эту страницу точнее меняет не страницу меняет штук который называется дом document object model это как бы представление вот этой самой страницы виде вот такой-то какой-то иерархической структуры вот а дальше возникает вопрос а что с этим делать но вот прошлый раз мы обсудили что иногда можно просто сделать такой хакерский реверс инжиниринг перехватить увидеть какие какие запросы происходят когда мы давайте покажу это еще раз консольки значит вот здесь видно что происходит какие дополнительные запросы отправляются каждый раз когда я куда-то тыкаю и вот тут видно что происходит запрос к страничке лессон где лежит расписание на очередной день но проблема в том что делать такой реверс инжиниринг не всегда получается потому что скрипт может быть устроен гораздо сложнее его взаимодействие с сервером может быть устроена гораздо сложнее чем просто мы говорим дай мне расписание на следующую неделю и он выдает ее в каком-то таком очень хорошим понятно машина читаемый вид поэтому дальше возникает вопрос а что с этим делать но теоретически мы могли бы как-то попытаться опять же разобраться там в этом самом исходнике дживоскриптовым как-то что-то такое понять про него это сложно другой способ состоит в том что просто выполнить то же самое что делает браузер и получить результат но проблема состоит в том что современный браузер это ужасно сложная штука по своей технической сложности браузер мне кажется сейчас приближается просто операционным системам ну скажем так сейчас более-менее ни одна организация в одиночку не может написать собственный браузер на ядро это слишком сложно слишком дорого поэтому собственно говоря в общем то практически все браузеры сейчас работают на одном и том же ядре это ядро вебкит который используется в хроме уме соответственно в хроме и других браузерах тоже кажется сафари тоже используется вот если я правильно помню вот поэтому вместо того чтобы пытаться с помощью питона выполнять javascript код мы сделаем по-другому мы просто из-под питона запустим браузер будем с ним браузером работать как бы использовать его такой браузер на дистанционном управлении для этого мне понадобится что вы которая называется селениум это такая библиотека давайте я попробуем ее поставить так значит что мне нужно вот у меня уже открыт значит вот так то называется селениум давайте эту команду просто кину в чатик и давайте я заодно сейчас поставлю еще одну еще одну штуку которая правда у меня не заработала почему-то а сейчас только мне нужно понять где она вебдрайвер менеджера так называется на сказать что я когда рассказываю про селениум обычно говорю что это такая штука с которой самое сложное что приходится делать это вот его запустить в первый раз когда вы его запускаете дальше все становится более или менее понятно но надо сказать что я в этот раз перед занятием решил освежить знания и на удивление и на удивление обнаружил что они вселениями много чего переделали и в результате мне сейчас пришлось интенсивно гуглить чтобы заставить эту штуку работать так что я попал в некотором смысле в такие же условия как студенты как будто все с нуля вот и в частности давайте я скажу как все это должно работать а значит есть собственно говоря есть ваш питоновский код есть браузер который будете запускать это не обязательно должен быть тот браузер из под которого у меня сейчас юпитер запущен это может быть другой браузер и мне сейчас наверное будет проще использовать chrome потому что я думаю что хром у всех есть установлен а сафари не у всех хотя в некоторых ситуациях вам может понадобиться firefox например firefox позволяет устанавливать прокси через селениум это позволяет некоторых случаях обходить всякие блокировки вот но я буду использовать chrome и собственно говоря вот у вас есть ваш питоновский код есть браузер и между ними есть такая прослойка отдельное приложение которое называется веб-драйвер и они есть тоже разные для разных браузеров я сейчас буду использовать веб-драйвер для хрома и собственно говоря вот эта вот штука веб-драйвер менеджер эта штука которая позволяет вам автоматически устанавливать этот веб-драйвер и упрощает жизнь надо сказать что это всегда это какая-то проблема что нужно установить правильный веб-драйвер который будет совместим с правильной версии хрома и вроде бы сейчас это автоматизировали по крайней мере должны были автоматизировать но правда у меня почему-то это не заработало давайте я сейчас вам покажу код вы посмотрите заработает у вас так где у меня это было конец вот 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 Вот, видимо, правильный код такой. Давайте я сейчас, может быть, попробую запустить тоже. Вдруг заработает в этот раз. О, заработал. Значит, давайте я покажу, как у меня сейчас выглядит экран. Вот смотрите, можно спросить, а вы сейчас скинули этот код? Вот этот код вот этой ячейки – это штука, которая делает сразу две вещи. Ну, собственно говоря, давайте я покажу поподробнее. Значит, вот эта часть кода скачивает, устанавливает хром-драйвер, если он не установлен. А после этого с помощью этого хром-драйвера будет запущен… Значит, предполагается, что вот когда вы эту ячейку выполните, у вас загрузится отдельное окошко с отдельным хромом. Ну, вот как у меня сейчас здесь. Да, у меня и получилось так же. Вот, если вы работаете под Маком, то, возможно, проблема с тем, что он вам скажет в какой-то момент, что вы пытаетесь запустить приложение, которое не может быть запущено, потому что оно не проверено, что-нибудь в этом роде. Кто-нибудь столкнулся с такой проблемой? Или эта штука ее решает как-то? Нет, ничего. Ну, по-моему, не спрашиваю, кто-нибудь. Так, простите. Окей. Ну что, заработал этот код тогда у всех? Заработал. Да, да, да. Отлично. Окей, смотрите. Теперь у нас, вот здесь справа у меня сейчас запущен браузер на дистанционном управлении, и я могу из-под питона с ним чего угодно делать. Допустим, вот у меня сейчас была открыта страница Google, а я открою страницу вышки. Вот, и, в общем, дальше я могу с этим браузером, во-первых, я могу отправлять ему всякие запросы, типа, как мы раньше делали, но тут немножко другой синтаксис, но давайте я сделаю штуку, которую мы уже раньше делали, например, попробую вытащить, скажем, все заголовки вот из этих новостей. Опять же, мне нужно вспомнить, как эти заголовки устроены. H3 с классом PostTitle. И дальше... Сейчас мне нужно еще кое-чего импортировать, потому что они все переделывали, сделали все, видимо, более логично. У нас непривычки, непривычно. From selenium webdriver common by import by, так что ли? Да, видимо, так. Get, нет, не get, find. Find elements. Давайте я сделаю byte-сс-с-с-селектор только. Вот так вот, видимо, сейчас делается. Значит, мне нужен H3 с классом PostTitle. О, работает, как ни странно. Значит, смотрите, здесь вот у этого объекта, который мы получили, который, как бы, является ссылкой на наш браузер, у него есть довольно много методов. Ну, вот нас сейчас интересуют методы, которые позволяют получать отдельные элементы. Значит, есть методы вот такие, find element, и есть методы вот такие, find elements. Ну, соответственно, вот это возвращает просто первый элемент, удовлетворяющий запросу, а вот эти вот с множественным числом удовлетворяют все элементы. в этом самом битфолс-солопе аналогичная штука, только там немножко по-другому называется. Вот здесь, как видите, раньше была куча отдельных методов, которые позволяют делать выбор, допустим, по названию тега или по классу или еще как-то. А сейчас они говорят, что не нужно этими функциями пользоваться, хотя, в принципе, можно было бы. Но они выдают вот такой вот deprecation warning о том, что теперь нужно писать вот так. То есть использовать одну и ту же функцию find element, но просто указывать, как именно вы это делаете с помощью вот этого вот объекта. CSS selector. Ну, так довольно часто бывает, что в библиотеках что-то меняется, и приходится что-то переделывать. В этом смысле вот эти вот deprecation warning имеют смысл обращать внимание, потому что если этого не делать, то велик шанс, что вы напишите какой-то код, который через день или неделю или месяц перестанет работать, потому что библиотека обновится, и вот эти вот deprecation warning превратятся просто в ошибки. Ну, так всегда бывает. Все-таки любой софт развивается, и когда вы делаете какую-то библиотеку, у вас всегда такой трейд-офф. Вы можете развивать ее так, что ничего не ломается, не вводить, как это называется, обратно несовместимых изменений. Но тогда у вас библиотека будет вращаться в такого монстра ужасно нелогичного, потому что если вы не можете удалять старые функции или менять их смысл, или еще что-то в этом роде, постоянно приходится настраивать, 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 в результате получается что-то довольно монструозное. Ну, вот примером такого монструозного инструмента является, например, язык программирования JavaScript, который является, с одной стороны, стандартным языком сейчас просто, потому что это единственный язык, который работает в браузерах, а с другой стороны, это, ну, в общем, это очень специфическая штука, а он очень странненький. Вот. В общем, короче говоря... Да, откуда вы вытащили вот этот вот H3PAL title? Значит, это я посмотрел внимательно в исходник и увидел, что то, что нас интересует, это тег H3 с классом post-title. Значит, и я написал CSS-селектор, ну, я мог бы его сгенерировать с помощью селектора гаджета, как я уже... А что, 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 я просто тоже открывал исходник, не совсем понимаю, какую часть именно странички вы открываете, то есть... Значит, я сейчас смотрю на вот эти заголовки, и вот я вижу, что эти заголовки — это H3 с классом post-title. Ну, вот, собственно говоря, если вот сюда вот тыкнуть, вот эта ссылка внутри вот этого H3. Какие слова вам такое видеть? У вас что-то по-другому отображается? Может быть, потому что он у меня по-английски? Дайте посмотрим. Типа дает он очень похожую вещь в качестве ответа. Ну-ка. Кстати, непонятно, что он выдает. Вот то, что вот этот вот здесь элемент... Нет, ровно то же самое, в русской версии ровно то же самое. H3 с классом post-title. Вот, собственно говоря, даже видите, сейчас мне Chrome сам подсказывает, как называется CSS-селектор. Вот здесь вот слева в Tooltip подсказывает, что это H3 с точкой post-title. Вот. Возвращается... Значит, возвращается списочек объектов, но, видите, здесь в этом Selenium они так страшно-страшненько выглядят. Но на самом деле, если посмотреть на отдельный элемент в этом списке... Давайте вот возьмем, допустим, элемент с индексом 2. Так, теперь всякий раз у меня снова будет выскакивать. Давайте его куда-нибудь уберу, чтобы посильнее. Вот, собственно говоря, вот этот самый элемент, это как бы элемент страниц, но фактически это тег. И у него есть тоже всякие методы, но в том числе ровно те же самые методы, которые были у самого веб-драйвера, типа find elements. Потому что вы внутри тега тоже можете искать новые теги. Но, допустим, меня интересует просто, что там внутри. и это можно сделать как-то так. Get attribute, например, innerHTML. Ну, вот видно, что внутри у этого h3 вот этот тег а. Ну и давайте попробуем что-нибудь сделать. find element by, допустим, tag name. И давайте отсюда get attribute. Чрев. Ну, или можно сделать тоже. Немного речи тега. Или можно... Что еще можно сделать? Где-то там attribute. Окей. А давайте-ка мы по этой ссылочке кликнем. Давайте посмотрим, как это будет работать. Что приятно, то, что, в принципе, с браузером можно взаимодействовать и мышкой тоже. Ну, в смысле, что это обычная кошка браузера. Например, я сейчас закрыл какую-то штуку. Вот, видите, я как бы... Я сказал, приказал браузеру кликнуть по ссылке, и он таки, да, по ней кликнул. И вот все. Он загрузил новую страницу, и мы теперь... Мы теперь тут можно делать какие-то новые запросы к этой странице. Вот. Но, на самом деле, чем все это замечательно? Замечательно тем, что отрабатывается весь JavaScript. То есть, как видите, логика происходящего, в общем, похожа на то, с чем мы сталкивались раньше. Ну, команды немножко по-другому называются. Здесь, честно говоря, такой нещипко приятный синтаксис. Приходится гораздо больше буквок писать. Но зато мы можем гораздо более... У нас появляется больше возможностей взаимодействия с сайтом. Ну, давайте я в качестве примера сейчас покажу такую штуку. Не знаю, кстати, надо посмотреть, работает он, этот сайт. У меня есть любимый пример. Там вот get-attribute какой? У вас немножко призвалось. Get-attribute, а дальше что? Сейчас покажу. Значит, вот innerHTML – это просто содержимое внутри тега, а здесь href я просто получил вот эту вот ссылочку. Ну, вроде просто текст тоже работает. В смысле, здесь можно написать текст, да? Да. У меня сейчас оно... Вот если оно выдает вот такую ошибку, как у меня сейчас выдало, staleElementReferenceException, это означает, что вы пытаетесь обратиться к какому-нибудь... к какому-то элементу, которого уже нет. То есть в данный момент я уже перешел на другую страницу, а при этом пытаюсь снова обратиться к тому элементу, который был, когда я находился на предыдущей странице. И поэтому он мне выдал эту ошибку. Я думаю, что текст возвращает именно текстовое содержимое, то есть не теги, ну вот как бы от каждого тега только текстовую внутренность. То есть, например, вот здесь бы текст выдал бы мне только вот эту часть. Я думаю, так. Вот. Так, ну давайте посмотрим. Да, вроде бы тут сайт остался каким был. Значит, вот смотрите. Это сайт просто магазина. И тут есть цены. Очень, прям скажем, актуальная тема. Даже боюсь, не слишком ли она актуальна. Вот смотрите, я специально сделал так, чтобы у меня сейчас на странице было поменьше товаров. Значит, вот когда я кликаю, вот когда я сейчас кликну вот сюда, опять же, не происходит перезагрузки страницы. Ну, строго говоря, в адресе чего-то меняется, но на самом деле то, что в адресе меняется, оно написано после вот этой решетки. На самом деле это означает, что самая по себе страница остается какой была. Вот эта информация после решетки, это как бы ссылка на некоторые разные части внутри страницы, которые там используются для разных других целей. Но изменение того, что написано после решетки, не приводит к перезагрузке страницы. Получается, мы когда изменяем в браузере, уже лично там кликаем по всяким штукам, то мы изменяем уже наш драйвер, который в коде. То есть, если мы, скажем, обращались, используя команду, которая относилась к одной странице, потом уже в браузере сами перешли на другую страницу, еще раз попробовали исполнить эту команду, то это не выполнится. Не выполнится, да. Скорее всего, не выполнится, да, потому что… Потому что вот драйвер, они связаны, да? Они связаны, да, они связаны. Вот все изменения, которые здесь происходят, они сразу же… То есть, вот эти вот запросы, это запросы ровно вот к текущему состоянию браузера. Вот. Итак, значит, чего я хочу? Я хочу забрать отсюда, например, все цены, прокликов по вот этим вот ссылочкам. Ну, здесь видно, что здесь есть отдельная ссылочка показать следующую страницу, по которой можно просто кликать до тех пор, пока она есть. При этом сделать это стандартными средствами не получится, ровно потому, что то, что здесь происходит, происходит с помощью JavaScript. Вот эти вот кнопочки – это не ссылки на другие страницы, а это именно кнопочки, которые обрабатываются JavaScript. Давайте возьмем какую-нибудь категорию, где побольше всяких товаров. Так, а если я просто, например… Вот так кликну, что будет. Ничего не открывается-то. Молочные продукты. Хорошо, здесь три странички. Ладно, для наших целей хватит. Давайте попробуем. Во-первых, давайте пробуем вытащить отсюда цены. Значит, чего я хочу? Я бы хотел сделать такой DataFrame, в котором будет написано название товара и его цена. Ну, как видите, здесь все устроено немножко. Ну, видите, здесь, например, бывают такие вот цены зачеркнутые. Было бы интересно как-нибудь провести исследование, в каких случаях вот эта настоящая скидка, в каких случаях цены… Просто люди на старую цену пишут какую-то цену выше и больше ее зачеркивают. Ну, давайте сейчас просто попробуем собрать данные. Значит, я хочу получить просто вот эту штуку и вот эту цену. Давайте посмотрим, как тут исходник выглядит. Кстати, в Chrome на Windows совсем по-другому отображается. Там типа, например, есть количество. Нет, вот я сейчас… Это, видимо, связано с тем, что насколько у меня большой, насколько широкая страница. Он, видимо, в мобильный режим переходит. То есть, если я делаю страницу более узкой, он переходит в мобильный режим и там считается, что он упрощает интерфейс. Да, да, есть такое. Заметим у тебя тоже. Это, кстати, да, это, кстати, тоже важное наблюдение, что такое вообще возможно. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Так, значит, не то, чтобы мне была бы нужна картинка, мне нужна… Так, это имидж, это… Во, смотрите, значит, тут видно, что каждый вот этот прямоугольничек продукта, он находится внутри дива с классом product. В частности, это означает, что если мы хотим забирать… То есть, вот нам сейчас важно не просто собрать, например, название и собрать цены, а нам важно именно соответствие между названием и ценой. А это соответствие, оно обеспечивается тем, что область этих элементов находится внутри одного и того же дива. Поэтому правильная стратегия такая. Нужно перебирать все дивы с вот этим вот классом и дальше внутри них искать отдельно название. Вот, собственно говоря, оно вот здесь находится внутри product info. Ой, слушайте, как приятно сверстан сайт. Див класс product info, внутри него div класс product name. Все очень понятно. Очень, я бы сказал, семантично. Ну, давайте попробуем. Значит, я хочу перебрать всевозможные дивы с классом product. Так, давайте, чтобы все это воспроизводилось, давайте я сделаю так. Driver get. Значит, конкретно вот этот адрес. Я пришлю. Так. Теперь, значит, чего мне нужно? Мне нужно find elements. Find elements by. Давайте тоже CSS selector. Что там у нас? Див с классом product. Вот они, наши дивчики. Давайте я их сохраню в какой-то список. Значит, я сейчас напишу код, который обрабатывает один элемент, а потом запихну его в цикл. Поэтому давайте я пока что сделаю вот так. Значит, product. Мне внутри него, что там нужно найти? Find element. Значит, product.info, а внутри product name. Давайте by hit.tosh.css selector. Give product name. Да, нашелся он такой, нашелся. И, допустим, я от него хочу... А, это так, видимо, не работает. Get attribute text. Нет. Не хочет он текст показывать? Ну, видимо, потому что текст, он имеет в виду, что... Я думаю, что он не хочет показывать текст, потому что внутри этого тега есть другие теги. И в этом случае он не вызывает текст. Ну, давайте... Сейчас, ну-ка, давайте попробуем найти. Может быть, это можно сделать? Get text. Где-то attribute. Просто точка текста. Ну-ка. А, вот это тоже нам нужно. Окей. Значит, это называется, допустим, name. И давайте найдем цену. Значит, где у нас тут цена? Так, ну, вот здесь вот как-то хитренько, потому что, видите, здесь есть цены, которые красненькие, а есть цены, которые обычные. Красненькие – это какие-то цены по акции. И у них, видимо, есть специальный price-label, label-red. Так, значит, здесь вот такие классы. А вот здесь просто price-label. Ага. Ну, хорошо. Смотрите. То есть, если у нас вот этого спана... Спан – это кусок текста. Если вы хотите выделить кусок текста каким-то специальным образом, то его оборачивают в спан. Ну, как правило, текст. Значит, и видно, что интересующие наши штуки имеют в любом случае класс price. Но если это вот эта красная штука, то она имеет еще специальный класс label-red. И давайте сейчас на всех случаях посмотрим на вот эту жеркнутую штуку, чтобы ее случайно не захватить. Значит, видно, что у нее класс label smoke-rost. Короче говоря, то, что имеет класс price, видимо, это то, что нам нужно. Давайте попробуем. element by снова CSS selector. И пусть здесь будет div. Нет, не div, span. Span. Что там у нас было? Price. Нет, не хочет он меня находить. Ой. А мы можем сделать три шага назад и вот вернуться к самому первому div product. Угу. Да, вот он. Я просто вот смотрю-смотрю, я вижу надпись, ну, такой вот, да, кусочек div class равенца product to ktheme. Ну, собственно, вот div product. Вот это вот что? Да, да. Я понимаю, что мы хотим, я не понимаю, откуда оно взялось. Ну, смотрите, опять же, это CSS selector. Взялось оно вот откуда. Мы посмотрели внимательно на исходник и увидели, что интересующие нас элементы лежат внутри вот таких вот div-чиков. Вот видите, он у меня сейчас выделен. Да, да, да. Вот я именно про него говорю, product. Вот. Product to ktheme, я про него и говорю, да. Да, да. Ну, вот он, смотрите, вот он в исходнике. Видно, что это div с классом product и oktheme. Ну, так, из общих соображений понятно, что, наверное, интересующий нас класс это именно product. Непонятно. Ну, то есть понятно, почему вот этот объект это интересующий нас класс. Непонятно, почему вместо product to ktheme решим продавать. Почему я выбрал между этими двумя... Это два разных? Значит, это два отдельных класса. А, я думал, потому что один записан как строчка. Нет, 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 смотрите. Значит, класс, у каждого тега может быть несколько классов. Они просто разделяются пробелом. И это как бы классы, они независимы. То есть они по отдельности применяются к этому тегу. Вот. И сейчас я выбираю именно класс product. Ну, потому что, видимо, ktheme это что-то, это какое-то оформление, которое просто относится в целом к сайту. Ну, просто вот смысл этих классов это просто объяснить браузеру, как отображать данный элемент. И там вот это вот... Я понял, откуда product. Я понял, откуда product. Это понятно. Я просто не знал, что пробел это в данном случае. Да-да-да. Перечисление. Это перечисление, да. Вот. Значит, смотрите, здесь почему-то у меня сейчас точка текст не сработал, но зато innerHTML... Интересно, почему он не сработал? Непонятно. Ну, ладно. Зато в innerHTML есть ровно то, что нам нужно. Ну, давайте только чуть-чуть обработаем эту строчку. Значит, во-первых, давайте выкинем... Потому что у меня почему-то прекрасно сработал текст. Он просто мне выдал строчку, вот такую, да, строчку. Ну и хорошо. Не знаю, почему он у меня не сработал. Давайте, может быть, выкинем еще... Ну, ладно, давайте пока оставим так, потом разберемся с тем, как это преобразовать в нормальное число. Потому что я хочу собрать чуть-чуть побольше информации. Значит, это у меня будет price. И давайте, раз уж на то пошло, давайте еще посмотрим на... Допустим, что я хочу завести отдельную колонку, в которой будет написано, является ли этот товар акционный. Ну, раз уж у нас тут есть такая информация, как-то не хочет ее терять. Значит, мне нужно проверить, таким образом, вот в этом вот спане, есть ли атрибут... Есть ли класс label, label.red. Давайте посмотрим, как это сделать. Так. Значит, мне нужен, опять же, вот тот же самый спан. Давайте я ее как-нибудь... Если я сейчас буду дважды использовать... А, нет, вот этот вот спан. Давайте я как-нибудь его все-таки обзаву по-человечески. Спан-прайс. Так, что-то у меня все сломалось. А, потому что я куда-то тут кликнул, не туда. Или нет? Ладно, сейчас еще раз запущу. Колбасу смотрели, а там у нас молоко. М? Мы бы колбасу смотрели, а там молоко у нас было. А. Ну, не важно. Ну, сейчас давайте просто... Так, что, все, завис у меня хром. Ну, да, такое бывает. И что? Кажется, им не понравилось. Да нет, я ничего не сделал такого, чтобы меня забандили. Пока что. Просто хром почему-то перестал... Ну-ка, что-нибудь здесь в этом хроме работает? Что-то работает. Тут, по крайней мере, открывается. Если забанили, то не по IP. Ладно, давайте попробуем еще раз. Хорошо, есть под какого-нибудь другого хрома, если я это открою. Так. Тут тоже работает. Так. Ладно. Запустим еще раз все сначала. В целом, такие проблемы бывают, что браузер предстоит работать, что-нибудь такого. Так. Сработало. Сработало. Так. Значит, что я хочу? Get attribute class. Да. Давайте сделаем вот так. И теперь я хочу просто, например, сделать какой-нибудь... Значит, ну вот вроде это все должно работать. Теперь я хочу сделать цикл по продуктам. Ну и давайте сделаем... Допустим, просто вот так. Name, price, red label. Так. Ну вот. Это мы скачали данные с одной странички. И теперь мне нужно прокликать дальше. Значит, мне хочется кликнуть вот сюда, показать следующую страницу. Давайте найдем эту ссылку. Видно, что это а с классом right arrow. О, у нее даже есть ID. Вот, на самом деле, если у какого-то элемента есть ID, то это, как правило, очень хорошо. Потому что ID – это уникальная штука. Если у элемента есть ID, то он должен быть таким один. Поэтому, если вы видите, что у нужного вам элемента есть ID, то это означает, что вы можете очень легко этот элемент выбрать. Ну а давайте попробуем это сделать. Значит, right arrow уравняется... driver. Find element. By ID. И вот здесь какой-то длинненький этот ID. Сейчас я вам тоже пришлю. Просто подпадать, где вы строите сертифик и все вот это делаете. Еще добавляете. Можете наверх немного, чтобы код. А почему у вас тут root false появляется? Ну, сейчас. Вот это я проверяю, является ли эта ссылка, является ли этот товар акционным. Я проверяю, правда ли, что внутри классов, что среди классов есть label red. Вот еще красные ценники. Так, right arrow. Давайте посмотрим, что там есть. Можно off-top небольшой? Давайте. А, вообще, в сайте где-то указывается, ну вот в коде сайта, можно понять, кто его делал? Типа какая-то студия, человек ответственный и так далее. Ну, надо посмотреть иногда в комментариях, иногда в комментариях можно что-то такое найти. Но это как бы зависит от того. Нет такого стандарта культуры. Нет, именно кто делал. Ну, нет, есть некоторые метаданные, которые... Ну, вот, например, есть метатеги у HTML, в которых, в принципе, должно быть написано, кто автор страницы, грубо говоря. Ну, вот, видите, здесь есть метад description и так далее. Но что именно там написано, это просто вот как бы что написали, то и есть. Не обязательно, что там должна быть, подпись автора. Так, давайте смотреть. Ага, значит, это у меня ссылочка, и, видимо, можно по этой ссылочке просто кликнуть. Давайте попробуем. Значит, дальше тут есть такая особенность, что, когда вы кликнули по ссылке, браузер немгновенно выполняет то, что должно быть сделано. И, в принципе, есть, в Selenium есть разные способы, как заставить браузер подождать, прежде чем что-то не произойдет. Но, честно говоря, я как-то никогда с этим толком не разбирался, и поэтому я просто использую обычно такой лобовой прием. From time import sleep. И делаю что-нибудь в таком роде. То есть это означает, что после того, как он кликнет, он подождет одну секунду. По идее, этого должно браузеру хватить, чтобы сделать запрос, отрендерить результат и так далее. Но я говорю, что в Selenium, в принципе, есть для этого более мощные инструменты. Я просто никогда с ними не разбирался почему-то. Так, значит, ну и давайте попробуем, что я теперь хочу делать. Я теперь хочу кликать, пока кликается по этой кнопке вправо. Давайте теперь запустим полный цикл. Значит, он будет выглядеть так. Давайте пока я просто напишу while true. Сейчас, а где у меня там продукты-то были? Вот они. Давайте попробуем. Так, давайте я опять же вот эту штуку поставлю наверх, чтобы у нас была воспроизводимость. Ну, вот это уже похоже на какой-то боевой код. Обычно он выглядит примерно так же ужасно, как здесь. Ну, давайте посмотрим, как все это будет работать. Плохо работает. Так, что ему не нравится? Right arrow, click. А, ну, может быть, он прокликал до конца. А, ему не нравится то, что я right arrow не перезапросил. Вот. Значит, на самом деле понятно, что вот эта вот штука сейчас может не сработать, если у меня нет этой кнопки вправо. Мы там получим какое-нибудь исключение, но вот когда получим, тогда разберемся, как его обрабатывать. Ну, давайте еще раз попробуем запустить. Так, что-то происходит. О, что-то происходит. Может, там нужно побольше задержку поставить. Так, вот. Element not intractable exception. Растой трай нас от этого спасет? Да, спасет, но, может быть, сейчас как-нибудь. Сейчас, давайте поймем. While right arrow. Наверное, выдает какой-нибудь. Да, проблема в том, что он все равно нашелся, этот right arrow. Он, видимо, там есть, но в каком-то скрытом состоянии. Ну-ка, давайте посмотрим. Видите, у него класс invisible. Он действительно был скрыт, и поэтому мы по нему кликнуть не можем. Ну, можно было бы добавить действительно исключение. Можно было бы просто сделать, можно просто сделать такую вещь. Что вообще значит invisible? Что значит invisible? Как это проявляется? Значит, в данном случае это означает следующее, что этому объекту был присылан дополнительно класс invisible, а в отдельном CSS файле была сказана инструкция браузеру, что если у объекта есть класс invisible, то его просто не нужно показывать. И все. То есть у нас просто на третьей страничке он как бы не исчез? Да, он не исчез. Он просто не показывается. Да, он просто не показывается. Вот здесь на самом деле она есть, но ее нет. Ее не видно. Значит, right arrow, допустим. Что там find. Где-то атрибут. Допустим класс break. Хотя, может быть, сейчас, может быть, у него есть какой-нибудь is displayed. А, во, можно, кстати, было проще сделать. Вот так, видимо. И закинуть свой вайл. Что? Хорош, надо просто в высове цикл закинуть, а не break. Ну, просто вот к этому моменту right arrow не определен. Он будет определен только здесь. Ну, то есть можно было бы переписать, можно было бы писать вот этот код перед этим вайлом, но тогда пришлось бы дублировать. Как раз мне кажется, что здесь с break логика лучше работает. Так, давайте попробуем запустить. Давайте какой-нибудь print здесь добавлю, чтобы было видно. Да, хоть что-нибудь. Я двоеточие не поставил. Так, и что, нет? Только одну страничку сразу скачал. Может, все-таки is displayed не то проверяет, что нам нужно. Кажется, нам нужно отрицание перед is displayed. А, ну да, точно, конечно. Нет, видимо, это все-таки тоже не сработало. Click Intercept, Exception. Ладно, давайте все-таки сделаем. Так. Все-таки считает, что у нас right arrow is displayed. Как это так? Так. С тема тоже не пан Раос. Так. 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 Да, видите, мы, похоже, не докликали до... Давайте еще раз попробуем, заодно посмотрим, что происходит. Так. Так. Ладно, сейчас вроде сработало. Не очень понятно, почему он не хотел там кликать в прошлый раз. Может быть, он не успевал что-то подгрузить. Так, ну вот у нас есть теперь списочек rows. Давайте мы из него сделаем data frame. А в теории, почему он может выполнять driver.getURL? Браузер завис. Браузер закрыт. Я все закрыл? Ну, если вы его закрыли, то тогда он, конечно, не может ничего сделать, потому что он все-таки хочет, чтобы окошко было открытым. Я не знаю, можно ли ему сказать, чтобы он это окошко... чтобы он открыл бы его заново, типа создать новый этап. Есть тут интересная такая штука. Хотя он умеет делать maximize window, minimize window. Нет, ну изначально он открывал новое окошко у меня. Он открывал его не driver.get, а чем-то другим. Он открывал его в тот момент, когда драйвер создавался. Driver.get – это уже отправить текущую окошку команды. Ну, смотрите, все довольно миленько. Единственное, что нужно сделать, это что-то сделать с этой ценой, потому что она сейчас не в том формате, в котором нам нужно. Во-первых, у нее рубли в конце, а во-вторых, запятая не та. Но давайте мы это сейчас преобразуем быстренько. Значит, я хочу сделать, допустим, remove суффикс вот такой. Replace запятую на точку. И потом у нас type float, например. Почему его нет? У вас получится сейчас посчитать и открыть прошлую ячейку? Угу, сейчас я пойму, чего он не хочет. Может быть, я не слишком старый питон использую. Может быть, это… Хотя, казалось бы, в 3.9 вроде бы уже был remove суффикс. Ладно, давайте я просто сделаю… Ну-ка, если просто сделать вот так. Ну да. Не самый безопасный метод, но вроде бы в данном случае сработал. Я просто выкинул два последних символа. Вот. Ну и все. Теперь можно с этим что угодно делать. Вот. Давайте. Значит, во-первых, есть ли какие-нибудь вопросы про всю вот эту историю? Почему S-type float? Ну, потому что я хочу, чтобы у меня на выходе была бы колонка из чисел, а не из… Нет, я понимаю, зачем мы хотим float. Я не понимаю, почему S-type. Но это способ, как можно преобразовать колонку из одного типа к другому. Значит, если вы делаете… Понятно, все-все. Да. То есть эта штука, она… Вот так, например… Она просто применяет вот эту функцию как бы к каждому элементу. Ну, в данном случае она пользуется тем, что это не просто функция именно функция приведения к типу. Но фактически она примерно это делает. Если бы я хотел… У нас же есть просто float, ну, такая же, как str, такая же, как int? Да, конечно. А вот почему вот мы сначала используем str, а потом мы также не используем float просто? Нет, вот этот str – это не то же самое, что as-type. Вот этот str – это штука, которая позволяет получить доступ к строковым… Вот смотрите, вот эта вот штука, например, это Sirius. У Sirius нет метода, ну, скажем, допустим, replace. Допустим, я хочу заменить вот здесь вот все пробелы, просто их, допустим, выкинуть. То есть, да, вот по идее я бы хотел что-нибудь в таком роде. Но вот так оно не сработает. Окей, но она так ничего не сделала, потому что она пытается применить… Ну, как бы, короче, это не тот replace, это не строковый replace. Чтобы применить метод строки к всем строкам, которые находятся внутри вот этой ячейки, нужно использовать вот эту вот штуку, она называется accessor. Она позволяет это сделать. То есть, как бы, вот она возвращает некоторый объект, к которому можно применять строковые методы, и этот объект передаст, выполнит эти строковые методы ко всем… применит эти строковые методы ко всем строкам, которые находятся внутри вот этого столбца. Ну, в частности, вот здесь я таким образом откусываю два символа справа. Если бы у меня не было вот этого вот точка стр, то это означало бы, что я пытаюсь от вот этого столбца откусить два элемента с конца. Это не то, что я хочу. То есть, здесь переменная x, она имеет вид столбца, а не одной какой-то цены? Нет, на самом деле, вот этот x – это на самом деле датафрейм. Потому что, ну, вот как работает вот этот assign? Он, ну, то есть, в принципе, это вот то же самое… Ну, по размерности, по размерности. Это не одна клеточка, это столбец. Это столбец, это столбец, да-да-да. Все, все. Тогда это все имеет смысл. И x от price – это столбец. Более того, я говорю, что x сам по себе – это весь датафрейм. Вам второй строк, он точно нужен? Да, нужен, потому что вот эта штука возвращает. Вот эта штука вам вернет снова Sirius. И вам нужно снова от этого Sirius взять str, потому что иначе, опять же, вы будете пытаться применить метод replace к Sirius, а не к строкам, которые в этом Sirius лежат. Так, ну, хорошо. Давайте еще одну штуку покажу про селение вам. Дело в том, что наши возможности взаимодействия с браузером, они не ограничиваются тем, что мы можем кликать по ссылкам. В частности, мы можем что угодно делать с формами. Ну, тут у меня, например, есть форма поиска. И я могу, например, сделать какую-нибудь такую штуку. Значит, я могу вот этому элементу отправить. Можете на пару слегка, еще и кверх. Хорошо. Я так пофоткать. Значит, можно вот этому элементу с формой, вот этой штуке, например, можно отправить, чего хотим. То есть, как бы можно эмулировать нажатие на кнопки. Но в данном случае я, например, хочу найти какой-нибудь, я не знаю, допустим, сырок. Появилось. Мало того, что этот текст появился в этой форме, но видно еще, что это полностью эквиваляна тому, что мы бы набрали это с клавиатуры. Ну и дальше, например, я хочу просто... Окей, я могу... Могу эмулировать нажатие просто на кнопку Enter. Нажал, и вот он ищет. Все, нашел у меня все сырки. Да. Вот это, конечно, тоже замечательно. Ну, окей. Такое тоже бывает. Что-то такое делаете. Тут вдруг, бац, сайт решил сказать чего-нибудь. Не то, что нам нужно. Ну, ладно. Есть мне 18 лет, выдавай мне все сырки, даже алкогольные. Интересно, что за алкогольную продукцию он нашел в сырках? Ну, ладно. Вот. И, в общем, короче говоря, на самом деле, возможность совершенно безграничной. Можно делать все, что угодно. С браузером. Все, что... Ну, более-менее все, что угодно. Все, что вы можете сделать ручками. В принципе, можно сделать с помощью Selenium. Например, да, а то, что нельзя сделать с помощью Selenium, все равно можно сделать с помощью Selenium, потому что в Selenium можно запускать произвольные JavaScript. Ну, вот, например, допустим, бывают сайты типа Twitter, которые обновляют содержимое, когда вы пролистаете достаточно далеко вниз. Наверное, всякие вот ленты социальных сетей. И это означает, что если вы хотите, допустим, соскрепить какое-то большое количество постов, то вам нужно эту ленту вот постоянно крутить вниз, 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 вниз. Не факт, что это можно будет делать достаточно долго, ну, там, по разным причинам. Например, в какой-то момент просто браузер по памяти закончится, потому что им нужно все это хранить где-то. Но, по крайней мере, до какой-то степени это можно делать. Но в самом по себе Selenium нет возможности управлять скролингом, но зато есть возможность это делать с помощью JavaScript. Давайте я нагуглю. Значит, Selenium scroll, допустим. Да, нужно учитывать, что Selenium – это штука, которая существует не только для питомна. Поэтому, если вы будете гуглить, то есть большой шанс, что вы наткнетесь на какие-нибудь куски кода, которые будут написаны не на Python, а на Java или еще на чем-нибудь. Ну, как правило, можно добавить слово Python к вашему поиску, и дальше вы получите куски кода, которые написаны на том языке, который вам нужен. Давайте попробуем. Не хочется, чем не нравится. KeyError. Какой такой KeyError. Может, не так называется. ExecuteScript. Ну да, видно, что действительно проскроил вниз. Вот, кстати, наша алкогольная продукция. Не знаю, почему она выскочила по запросу «сырок». У меня были другие представления о сырках. Ну ладно. Вот. Вот такая штука. Можно сколько угодно с этим селением развлекаться, и можно, в общем, взаимодействовать с сайтами любой сложности. То есть, вот, например, сейчас, когда мы здесь набрали сырок, видно, что он выдает вот эти подсказки. И, в принципе, вы можете теперь, после того, как он их выдал, тоже вам нужно будет подождать какое-то время, но вот это состояние страницы, вы к нему тоже можете делать запросы. То есть, вы можете, в том числе, например, там, я не знаю, кликнуть по первому вот этому предложению, или просто посмотреть на все вот эти вот предложения. Вообще все, что угодно. Ну вот такая вот штука есть. Есть ли какие-нибудь вопросы? Пожалуйста, скинуть последний проскроул текстовый чат. Я просто хочу попробовать. Сейчас последний. Проскроул, да. Проскроул, да, давайте. Ну, вот это как раз, вот эту штуку как раз очень хорошо делать именно там с чем-нибудь типа Twitter, потому что он скроллит, видите, он скроллит до конца. Документ-бодискролл-хейт, это как бы вот он хочет проскроулить вниз, докуда получается. Не знаю, насколько сейчас реально соскрепить Twitter, но до какой-то степени свою ленту, я думаю, что можно соскрепить. Или не обязательно свою, можно пытаться чужой аккаунт, допустим, скрепить таким образом. Ну, свою эту ленту сейчас проще получить. Дело в том, что благодаря этому самому закону GDPR сейчас из всех социальных сетей можно выгрузить свои данные. Можно выгрузить их из Facebook, из Twitter, в общем, более-менее откуда угодно. И поэтому, например, если вы хотите просто там выгрузить список своих твитов, то в этом нет никакой проблемы. Это можно сделать очень просто, безо всякого программирования. Просто заходите там где-то в настройках Twitter, говорите, хочу свои данные, он вам их выдает. Может быть, даже... Ну, Facebook точно выдает в виде JSON. Это, например, какой-то очень кривой JSON, поломанный, но его несложно исправить. После этого можно работать с всем списком ваших постов, что угодно. Спасибо. 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 Спасибо.